Болезни от шлаков, так считает наш уважаемый эксперт. У нас сегодня в студии доктор медицинских наук Иван Павлович Невмывакин. Здравствуйте, Иван Павлович. Доброго здоровья. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, когда нужна чистка организма? Всё дело в том, что некоторые считают, что весну и осень очистить вполне достаточно. Но я уже как-то говорил, что каждый день у нас образуется веществ, которые нужно выбрасывать, около одного килограмма. Вот этот рецепт, который связан с низкожирным кефиром раз, чесноком два и огурцам, это изумительная штука. Только нужно иметь в виду, нужно один-два зубок взять мелко, изрезать, и нужно минимум 15-20 минут, чтобы он соединен с кислородом. Там есть фермент авлацин. Это мощное противораковое средство, мощнейший антиоксидант. Вот Вы должны использовать вот этот антиоксидант. То есть сразу никогда зубок не ешьте, измельчён. Надо 10-15 минут подождать. А вот, например, помидоры, которые сегодня идут, никогда не ешьте сырыми. Витамины там есть, витамин С есть, всё есть. Но там, оказывается, если Вы едите, вернее, выпиваете томатный сок, кроме, ну, вот этого витамина, Вы ничего не получаете. Нужно томатную пасту, которая чуть-чуть, она термически переработана. Или кружочками положили на сковородку, водички. Или в духовочку. Чуть-чуть, как будто поджарить. И там выделяется так называемый фермент, там вот, ликопен, который обладает противораковым действием. Ой, какая штука. Скажите, а вот крем издревле на Руси использовали и как противоопухолевый, и вообще как чистящий организм. Совершенно верно. Вот рецепт молодости такой. Нужно взять стакан сока морковки, стакан сока свеклы, стакан сока репки, на один литр водки, туда добавить один стакан мёда, всё это перемешать в закрытой посуде 2-3 дня, туда можно ещё 2-3 лимона, сока, и по одной-две столовые ложки натощак 3 раза в день. В течение месяца идёт мощнейшая чистка. Это раз. Второе. Идёт вопрос о кишечнике. Но нужно чистить печень и почки. Вот запишите рецепт самый оптимальный, очистка почки и печени одновременно. Берётся шиповник, мелко измерчается с помощью кофемолки, и берётся 5 таких столовых ложек шиповника с горкой. Заливается 3 стаканами воды кипятка на ночь. Настаиваете, утром процеживаете. Но накануне вы утром и вечером берёте один пакетик, всего-навсего слабительный, который... Магнезия. Магнезия. И один пакетик на стакан. И полстакана утром выпиваете, это в пятницу. Полстакана вечером. А в субботу вы начинаете выпивать вот этот шиповник, один стакан, и туда в этот один стакан вы насыпаете 2 столовых ложки без горбика сорбита. Это растительное вещество, которое используют как раз в диабетике. Полчаса грелка на печень, полежали, через час ещё стакан, ещё полчаса и ещё стакан. И идёт мощнейшая очистка печени и почек. Не удивляйтесь, если ночью и утром из вас будет выходить такая грязь, которую вы никогда не видели. Именно почки, именно печень. И один раз в месяц вот такую очистку делаете. Иван Павлович, спасибо большое за то, что вы нам рассказали. Я думаю, многие воспользуются этим способом. Спасибо.